Добрый день! В эфире Илья Ванг Ти Ви. С нами на связи главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований и меморан, доктор исторических наук Александр Борисович Крылов. Нагорно-Карабахская республика, она повторяет судьбу Кирикийской Армении. Но с тем большим различием, что Кирикийская Армения, она не только как государственный проект пропала из системы международных отношений, но и местное население подверглось массовым учебникам. Задача миротворцев наблюдать и разводить стороны, но не воевать с этими сторонами. Поэтому и у Азербайджана были большие претензии миротворцев, которые не обеспечили разоружение армии обороны Карабаха. В этом случае у миротворцев тоже не было полицейских функций, и это не входило в их мандат. И, кстати, этот мандат так и не был утвержден. Отношения на развертке Армении сейчас будут выбирать. Видимо, вот эта группа американских политиков, которая приехала сейчас, она будет консультироваться и определять будущую политику. Ормении в своем идеологии с армянским уголом. Какие условия нервного договора в условии получит Армения, зависит от того, насколько надежны будут гарантии безопасности, которые она получит. Или она продолжит действовать как член ОТКБ и союзник России, или она получит новых союзников в виде Соединенных Штатов, коллективного Запада, ну а НАТО, ну а НАТО, Турция – это член этого союза. Так что, видимо, от имени НАТО Турция будет играть еще более важную роль, чем она играть сейчас. – Добрый день, Александр Борисович. Спасибо, что вышли с нами на связь. – Здравствуйте. – Александр Борисович, вот эта вся ситуация, которая создалась в Карабахе после последней эскалации, вот как вы оцените, можно ли сказать, что уже вопрос Карабаха решен окончательно? – Ну, окончательно, как показывает вся история человеческая, ничего не происходит. И говорить сейчас о том, что окончательно, что не окончательно, и государства не вечные, и когда-нибудь ситуация меняется. Ну, конечно, в ближайшей исторической перспективе мы видим, что Нагорно-Карабахская республика, она повторяет судьбу Кирикийской Армении. Вот, но с тем большим различием, что Кирикийская Армения, она не только как государственный проект пропала из системы международных отношений, вот, но и местное население подверглась массовым учебникам. Здесь же, при том, что Карабахская республика, как государственная единица, она перестает существовать, и уже придут переговоры о демонтаже и вооруженных сил, и административного аппарата, и передачи различных хорястинных субъектов, властям Азербайджана, уже электричество поступает из Азербайджана, переключено. Конечно, Азербайджан уже активно осваивает эту территорию, интегрирует ее в свою государственную систему. Ну, мы наблюдаем массовый отъезд местного населения из Карабаха на территорию Армении. Все-таки вот те обещания, которые даются азербайджанскими властями и даже подкрепленные теми подставками гуманитарной помощи, которые поступили в Нагорный Карабах, в охрану безопасности, вот они, видимо, не убеждают местное население в том, что оно сможет жить в составе азербайджанского государства. Ну и действительно, по-человечески, вот очень сложно представить мне, что после стольких лет вот этого конфликта и враждебности и настолько ожесточенного чувства враждебности друг к другу, которые наблюдаются между армянами и азербайджанцами, представить себе, что армяне смогут мирно интегрироваться в состав Азербайджана, мне очень сложно. Так что здесь мы можем говорить о том, что население спасается, это громадная трагедия, это катастрофа. Но, слава Богу, если не будет хотя бы массовых жертв, по тому, какие имеют место в Западной Армении и в Киликисской Армении, то для кого-то. Александр Борисович, вот после этого звучали и в процессе звучали антироссийские выпады, армянская сторона выступала с очень жесткими обвинениями в отношении России, в отношении российских миротворцев и в целом у населения тоже какое-то отношение, что Россия как-то не сделала все, что могла или, может быть, ожидали более каких-то эффективных действий. Вот как вы считаете, действия России, как вы оцените? Действия России, они продиктованы прежде всего российскими государственными интересами и теми возможностями, которые сейчас имеются у российского руководства. Но представить себе, что 2000 миротворцев, которые вооружены легким стрелковым оружием, разгромят Азербайджанскую армию, которая насчитывала 60 тысяч, и которая вооружена тяжелым оружием и полностью укомплектована, здесь понятно, что это было невозможно. И, собственно, задача миротворцев не входила. Это не экспедиционный корпус, который призван гарантировать контроль, военный контроль над Южным Кавказом для России. Такой задачи не ставилось. Задача миротворцев наблюдать и разводить стороны, но не воевать с этими сторонами. Поэтому и у Азербайджана были большие претензии миротворцев, которые не обеспечили разоружение армии обороны Карабаха. В этом случае у миротворцев тоже не было полицейских функций, и это не входило в их мандат. И, кстати, этот мандат так и не был утвержден. Поэтому наши миротворцы имели очень ограниченные права, которые такими были иллюзорными. И больше тут надежда была на то, что со сторонами конфликта удастся наладить взаимовыгодное взаимодействие. Этого не получилось. Поэтому то, что сейчас миротворцы обеспечивают элакуацию мирного населения в стиле Софии, в территории Карабаха, это, я считаю, большая игра в блога. Поэтому здесь надо им сказать спасибо. А то, что Россия не вмешалась и не стала воевать с Азербайджаном, имея украинский фронт и фактически воюя со всем допустимым попадом, тоже здесь, по-моему, несложно понять, что такой возможности у России не было, даже если бы она посчитала, что это законность правительства. Но даже предлога для военного вмешательства в России лишилась, потому что прозвучали заявления, что Карабах это часть Азербайджана, Армения к этому никакого отношения не имеет. И поэтому, собственно, на каком основании такое военное вмешательство, даже если оно имело бы место, могло произойти. И вот, очевидно, что это было просто невозможно. Поэтому здесь понятно, что претензии высказываются. Опять я хочу напомнить историю летней давности, постройка первой Армянской республики, которую в свое время Симон Вратцан в своих меморах под названием Армении между турецким полотом и большевистской наковальнией, принял во всем дурак и русских. Но первый президент первой республики, Аваневский Чазлинин, в своих мемуарах как раз, он написал о том, что причины падения террористов были совсем другие. И виноваты в этом не русские, не американцы, не францы, заходящиеся в стране Армении. Вот я думаю, что вот эту работу первого президента Министерства Республики стоило бы изучить в больных армянских учебных заведений. А вот действия и риторика армянских властей в эти вот дни эскалации, что вы об этом скажете? Так они же устранились от проблемы. Они сказали, что это дело русских, русские там должны все обеспечить, а сами они к этому никакого отношения не имеют. И здесь тоже мы видим катастрофу как раз всей прежней идеологии армянской, которая в течение 30 лет в Армении творялась как основа государственной политики. Это идея объединенной Армении. Не зря на армянском гербе отображены символы четырех исторических армянских царств. То есть одно из них это Карабах. И всегда армянская полиция исходила в три единства. Это стюрк Диаспора, Карабах и Республика Армения. Сейчас, когда армянское руководство заявляет, что проблемы Карабаха его не касаются, а это дело русских, ну значит вся прежняя идеология она отброшена. И можно ожидать, что будет пересмотрена конституция, в которой этот принцип зафиксирован, и будет пересмотрена государственная символика. Потому что иначе, вот, видимо, заключить мирный договор с Азербайджаном и нормализовать отношения с пункцией в Армении вряд ли получится. В последнее время создалось напряжение в армяно-российских отношениях, и вот последние заявления премьер-министра еще больше накалили ситуацию. Как вы оцените армяно-российские отношения и что дальше ожидать? Армения, наши отношения переживают тяжелейшие кризису. Вот сейчас, можно сказать, что мы на пике, и отношения на развертке. Армения сейчас будет выбирать. Видимо, вот та группа американских политиков, которая приехала сейчас, она будет консультироваться и определять будущее по политику, в отношении в своем диалоге с армянским руководством. Собственно, разделка тут вполне очевидна. Если армянская руководство заявляет, что Россия не выполняет свою обязательность, что ДКБ не является участивной структурой безопасности, значит, она будет искать другую систему безопасности. Видимо, американские партнеры приехали предложить альтернативу вот этой системе безопасности. Ну, а что они предпочтут уже, посмотрим, какие поездки в Армении. Вчера состоялась встреча между Алиевым и Артуганом, и в начале октября ожидается встреча Никола с Алиевым в Испании. Что обсуждается? Есть слухи, что уже речь идет об Армении, о Зангизурском коридоре. Что ожидать? Ну, можно ожидать, что действительно Азербайджан продолжит свою крышную политику. Сейчас он установит свой сотрудник с Карабахом. После этого добьется вывода российского миротворческого инстинкента, которому, собственно, там больше идет выйти еще на признанной территории Азербайджана. А затем политика наступления на Армению продолжится. Первая цель – это Зангизурский коридор. Это общая цель для суток Азербайджана. Ну, а дальше уже буду смотреть по ситуации. То, что постоянно звучит тема западного Азербайджана, тема беженцев, которые были изданы в мест проживания в Армении и которые должны вернуться до своего проживания. Это присутствует. Так что максимальный вариант, который может быть достигнут с этой политикой, это поглощение Армении, как западного Азербайджана. Но здесь настолько драматичное развитие ситуации пока представляет себе сложно. Хотя, если мы вспоминаем опять же исторические уроки и Александропольский договор, который был подписан с Симоном Рацаном, как раз об этом речь шла, что Армения становилась очень маленькой и зависимой от турецкого правительства. По ее территории турецкая армия получила возможность свободного передвижения и так далее. Фактически речь шла о том, что Армения становилась в связи с сурцией. Так что какие условия нервного договора в итоге получит Армения, зависит от того, насколько надежный будет гарантия безопасности, которую она получит. Или она продолжит действовать как член ОТКБ и союзник России, или она получит новых союзников в виде Соединенных Штатов, коллективного Запада, ну а НАТО, ну а НАТО, Турция это член этого союза. Так что, видимо, от имени НАТО Турция будет играть еще более важную роль, чем она играть сейчас. А вот скопление войск на границах с Арменией, есть ли вероятность военного вторжения в ближайшее время? Ну, в ближайшее время вряд ли. Надо, во-первых, переварить территорию Карамаха всю, потом добиться вывода архивных наркотворцев, и так это на гребальданские реполтки, а потом уже приступать в дальнейшем. Представить себе, что сейчас они развернутся на наступление на землю, это несложно, но то, что это возможно не такой же далекой перспективе, это вполне сложно. Тем более, если будут разорваны военные связи с Россией, и Армения потребует вывода российской военной базы, регуляции, тогда уже какие гарантии будут получены от новых в армянных сотрудничествах в Армении, от того, насколько они будут эффективными, будет зависеть в будущем судьба армянской государственной. Вся эта ситуация вызвала внутренние волнения, люди выходят на митинги, демонстрации, требуют отставки Пашиняна. На ваш взгляд, насколько реально, что добьются, оппозиция добьется отставки Пашиняна, и может ли это повлиять как-то на дальнейшие действия, на дальнейшую судьбу Армении, если будет отставка и придет новый лидер? Ну, во-первых, нового лидера не видно, оппозиция продолжает быть раздробленной. Есть версия, что оппозиция не слишком стремится к власти, что те, кто придут на сферу Пашиняна, они будут вынуждены выполнять условия тех мирных соглашений, которые заключал, и брать на себя ответственность за задачу и работа. Не думаю, что много дала еще украть на себя это ответственность. Воевать с азербайджаном по-добре, тоже очевидно, что это не важно. Поэтому здесь у Пашиняна есть шансы сохранить свою задачу. Александр Борисович, спасибо вам большое за интересное интервью. Спасибо вам.